Ребят, всем привет! С вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком. Очень рад вас видеть. В руках у меня коробка с новинкой. Это Престижио 3797. Заранее извиняюсь, но немножко сорвался голос, поэтому могу немножко срываться во время обзора. Но повод у меня хороший. Планшета хочу разыграть между вами, зрителями, подписчиками этого обзора. Что нужно сделать? Нужно зайти по ссылке подробнее. Это обычно наш конкурс. Написать свое мнение по планшету Престижио или в целом по компании Престижио. Они обязательно должны быть положительными. Подписаться на нашу группу ВКонтакте и подписаться на наш YouTube-канал. Конкурс у нас регулярно, чтобы не пропустить заодно и конкурс, который мы проводим каждую неделю. Итак, данный планшет на текущем стоит 4500 рублей в районе этой суммы. И, кстати, сама Престижио проводит конкурс среди покупателей этого планшета. Подробности в описании. Там порядка 2000 призов. Можно поучаствовать, если вы планируете покупать сами. Составляет планшет в достаточно приятной упаковке. Выполнена она под карбон. В комплектации есть блок питания, microUSB, гарантийный талон. И, кстати, здесь есть описание конкурса. Этот планшет доступен в двух версиях. Это серый, который у меня в руках. Есть еще белая. Мне кажется, белый будет интереснее в плане того, что на ней будет меньше видны следы пальцев. Здесь из-за матового покрытия следы пальца все-таки будут собираться. Да, они легко удаляются, но все-таки неприятно. Хотя тактильно очень даже хорошо. По расположению элементов и оформлению. Это фактически увеличено в габаритах телефон. Сверху аудиоразъем microUSB. Здесь же кнопка включения. Качелька громкости. Расположение элементов в целом удобно. То есть, как кнопка включения у вас точно будет доступна. А вот для качельки нужно будет немножко переставить палец вверх. На крышке находится основной динамик. Он не перекрывается при размещении в руках. Здесь же находится дополнительный динамик. Но есть ограничения. Сразу отмечу. Несмотря на то, что здесь есть 3G-модуль, фактически разговаривать вы по этому телефону не сможете именно по голосовой связи, той, к которой вы привыкли. Но сейчас, я думаю, современных пользователей не удивить. И в мессенджерах есть видео и голосовая связь. Это планшет поддерживает. Можно брать звонок по скайпу, по ватсапу или, например, по фейсбуку. Для этого пригодится вам дополнительный динамик. Без гарнитуры, например, чтобы использовать. Здесь установлен у нас 7-дюймовый экран. Это HD-разрешение. И сейчас я снимаю на улице. И я думаю, что вы понимаете, если была бы ТН-матрица, то вероятнее всего, ну и если были проблемы с яркостью, то изображение вы бы не увидели. Здесь она достаточно сочная. Картинка приятная. Хорошая яркость. Единственное, что нет автоматической регулировки. Но в целом, можно вполне комфортно читать и смотреть фильмы. Ну и тем более играть. Интересно по платформе, которая здесь стоит. Здесь стоит у нас Intel Atom. Что дает Intel Atom нам, простым пользователям? Компания Intel буквально и просто потеряла рынок мобильных устройств. Доля у них очень маленькая. И за счет этого они пытаются занять рынок, пытаются привлечь пользователей и субсидировать просто своей платформе. Фактически мы получаем это быстродействие бесплатно. И на текущий момент здесь в тестах мы набираем 14 тысяч баллов. Если брать тот же планшет, например, на Видеотеке или тем более к Валкоме, эти планшеты будут стоить дороже даже в бюджетном сегменте. То есть хорошая возможность есть. 1 гигабайт оперативки, 8 гигабайт для хранения данных. 3G модуль есть. Новый голосовой связи, GPS, Bluetooth и 1-запазонный Wi-Fi. То есть по модулям связи все вполне хорошо. Установлена операционная система Android 5.1. Да, здесь есть немножко лишнего софта. Это и игры, и какие-то дополнительные программы от Яндекса, но это все легко удаляется. Хотя мы это плюсом, конечно же, относить не будем. Но, как для стартовых пользователей, наверное, такой пакет будет интересен и полезен. Есть несколько программ от самой Престижио. Ребят, по аккумулятору. Здесь стоит аккумулятор на 2800 мАч. Этого хватает примерно на целый день рабочий. Использование в экономном режиме, около 4,5 часов при максимальной нагрузке. И игры разряжают за 2,5 часа. Да, результаты не рекордные. Но, с другой стороны, здесь компактный корпус и легкий вес, 270 грамм. Если подойти итоги, то Престижио White 37.7 в целом нам понравился в своем целом сегменте. Здесь хорошая платформа. Здесь хороший экран. Здесь хороший аккумулятор для своей стоимости. Весь набор модулей связи. Здесь Android 5.1. Да, у него есть минусы. Но, к сожалению, ребята, это бюджетное устройство. Здесь чудесно бывает. Всегда будут свои минусы, и всегда будут свои компромиссы. Я с удовольствием обсужу с вами White 37.7 в комментариях, ребят. Кстати, у меня одета новая гарнитура Creative Ауру Вана. Я представлю обзор ее в воскресенье. Ну и всем спасибо за внимание. Желаю вам победу в конкурсе. Надеюсь, этот планшет найдет себе счастливый обладатель среди вас, зрителей этого обзора. Всем спасибо за внимание. И пока-пока.